На траурную церемонию Владимир Алистратов вместе с семьей приехал с Украины. Пожилой человек не мог сдержать слез. О том, что найдены останки его отца, сын красноармейца узнал спустя долгие 72 года. Когда сообщили о перезахоронении, мы не раздумывая собрались в дорогу, говорит Владимир Александрович. Кроме Александра Кузьмича Алистратова удалось установить личности еще двух погибших. Михаила Никифоровича Андреева из Саратовской области и Михаила Спиридоновича Прошина из Алтайского края. Все эти годы их семьи безуспешно пытались найти место захоронения пропавших без вести родных. И вот Брестская земля стала местом долгожданной встречи. Пришла в две похоронки. Пришла она, что нет, и пропавший без вести, и все. А где пропал мы не знали. Теперь уже будет знать, что тут похоронен. Спаси его людям добрым. Это все сердце. Мы не надеялись на такое счастье, что дедушка Полинеца будет найден здесь и с такими большими почестями будет перезахоронен. Фабрика смерти. Так можно назвать лагерь-госпиталь «Ревир», в котором гитлеровцы, по рассказам выживших узников, расстреляли около 15 тысяч человек. В 18 лет бойцы 52-го специализированного батальона ведут поиски безымянных героев. За это время были эксгумированы и переданы для перезахоронения останки более 23 тысяч человек. В этом году к этому числу прибавилось еще около 2000 погибших. Здесь, сами видите, заболоченная местность. В этих ямах, куда в свое время фашисты сваливали наших красноармейцев, стояла вода, пришлось откачивать эту воду, доставать останки. Но подразделение справилось в этом году с планом полностью, несмотря на те тяжелые условия. Останки были подняты. С этими останками были обнаружены 8 медальонов. К сожалению, 2 оказались пустые. В одном капсуле была обнаружена иголка. Три медальона удалось прочитать вкладыши. На митинге солдатские медальоны, которые помогли установить имена погибших защитников, были переданы их родственникам. Останки по православной традиции были освящены и с почестями перезахоронены в братскую могилу. Поисковые работы на месте самого крупного захоронения военнопленных вблизи Бреста продолжатся. Не исключено, что благодаря им на мемориальной плите появятся новые фамилии.